Я надеюсь, этот цикл, который я назвал «Пойти на принцип», много может вам помочь. Надеюсь, что смотря на этот принцип, каждый принцип, который связан с Десятью Заповедей, формирует наш характер как верующего человека. Мы спасены, освящены, мы посажены с Богом в Иешуа Мессия через Его жертву. Это не наш дар, который мы заслужили, это Его благоволение к нам. Но формируемся мы, узнают нас как верующих людей по тем принципам, которые мы живем. Эти принципы заложены в Писании. И я очень рад всем тем, кто пришли к нам и присоединились к нам в общине, те, кто пришли к нам в гости, можем первый раз добро пожаловать. Сегодня я буду говорить о девятом принципе. И начну с очень простых вещей, это из моего личного опыта. Участие в институте в Соединенных Штатах на одном из лекций по душепопечительстве, во время самой лекции нам давали образцы, то есть как вести работу с людьми. Например, если мы встречаемся с людьми, у нас есть, может быть, такой блокнот, и если хочешь провести человека через его внутреннее освобождение, через его внутреннюю свободу такую, задать ему пару вопросов. И вот для того, чтобы мы сами были правдивы некоторым вещам, нам дали заполнить такую маленькую анкетку. И в этой анкетке, в этой карточке, были вопросы, которые были связаны с внутренним состоянием человека. Там были такие чувства, как твои отношения с Богом, да, вот ты веришь в Бога или не веришь. Там также напротив каждого вопроса были только два таких квадратика, да или нет. Не было там третьего, которого можно сказать, иногда, иногда. Например, веришь ли ты в Бога, иногда, ну невозможно, да или нет, был вопрос. Вопрос о сексе, нечестивых помыслах, ну не можно было сказать, ну иногда у меня какие-то помыслы есть. То есть да или нет. И один вопрос, который меня так сильно удивил, потому что я к нему сильно серьезно отнесся, звучал он приблизительно так. Вы прислушайтесь, вы лжец? Дальше в скобках написано, будьте правдивы. Я сразу так, да или нет? Я понимаю, что в этом вопросе у меня не было никаких сомнений, потому что я немножко по-другому вырос. Но смотря на одногруппников, я заметил, что некоторые стали ухмеляться на этом вопросе. Знаете, такая улыбка интересная. Потом многие зависли над этим вопросом. А некоторые спрашивать начали, а полуправда это ложь или это правда? Я понял, что у людей есть много вопросов. Я так думал, у меня как-то нет вопросов. И вдруг мысль приходит ко мне. Вспоминаю сразу о своем обращении к Богу, когда мой папа начал меня контролировать. Хожу я в церковь, верующий. И очень контролируем меня. И чтобы избежать на молодежное собрание, мне приходилось папе в пятницу говорить, «Я пошел в школу на дискотеку». Я приходил на дискотеку, чтобы отметиться, чтобы не об этом мальчика. Потом бежал на молодежку. И вот во время, когда заполнял эту карточку, я думаю, а вот это что я делал? Вроде бы ради Бога. Это обман или нет? Вот знаете, вот меня часто спрашивают люди о том или другом мнении. Что ты думаешь? Вот о том состоянии или о той ситуации, о том человеке. И у меня простой ответ. Если я знаю что-либо о человеке, и я свободен об этом говорить, я скажу, да, я знаю и буду говорить. Если это считается тайной какой-то исповедей, никогда об этом никому не скажу. Если это правда о человеке, я могу сделать решение, сказать мне, что я знаю или нет. Но самое главное, что я никогда не буду преувеличивать или уменьшать значимость разговора. Не поддерживать разговор ради красного словца. То есть, как будто я все знающий. Знаете, есть такие люди, которые ты встречаешься, он все знает. Реально, он все знает. И, может быть, я не такой. Может, есть люди, которые ходят через энциклопедию, он знает все даты, он знает, где происходит, он знает, откуда все происходит, где восходит солнце, где заходит. Ну, как бы так. Все знает. Но у меня нет привычки преувеличивать либо приукрашать события. Хотя для многих это часть жизни. Как бы показать все знания. У меня, возможно, легко многим людям меня обмануть. И мне говорят часто, Реба, ну вас вокруг пальцев обводят. Вы такой добрый. Чего вы доверяете всем людям? Знаете, у меня есть принцип, которому я научен в Писании. Я подхожу справедливо к каждому человеку, даю ему шанс быть открытым. И, наверное, по этой причине девятая заповедь для меня очень важна. Вот внутри она у меня очень важна. И это принцип, который говорится, чтобы быть искренним. Принцип моей жизни быть искренним, не лукавым. То есть исход 20 глава 16 стих говорит так. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Это синодальный перевод. Но Ваекра, это еврейский Танах, говорит так. Не ходи сплетником в народе твоем. Не ходи сплетником. Слово сплетник, рахулут, означает и звучит вот таким образом. Нельзя передавать кому-либо то, что другие сказали против него или совершили против него. Значение именно вот этого слова рахулут. Не передавать кому-либо, что другие сказали против него или совершили против него. Для того, чтобы исполнить заповедь, которая вот здесь написана, исход 20 глава 16 стих. Заповедь не же свидетельствуй. Нужно научиться правде. Ишуа говорит «Я есть путь, истина и жизнь». Нам научиться нужно правде. Я попробую сегодня вам показать принцип, который может помочь изменить ваши мысли и мнения. Потому что я понимаю, что мы выросли немножко в другом обществе. И жить в Одессе и не сказать, это как бы не прожить. Первый пункт, который я хочу вам предложить. Будьте честны сами собою. Будьте открыты и честны сами собою. Если вы не можете открыто говорить о ваших ошибках, о том, что вы не умеете, не знаете, не получается, тогда вы не можете получить свободу, которую нас призвал Господь. Мы не все могущие, не все знающие. И наши ошибки мы должны научиться признавать и говорить об этом свободно. Если мы не умеем, тогда мы не сможем получить свободу. Человек устроен таким образом, чтобы защищать самих себя и свою семью. Мы так устроены. Мы устроены защитникам. Защищать свои интересы, свои чувства, свою правду. Мы готовы защищать свою семью, своих детей, своих мам, пап. Мы всегда готовы защищать то, что вокруг нас. Но знаете, у нас в бывшем Советском Союзе, те, кто родились в Советском Союзе, те, кто еще живут здесь, как в Советском Союзе, мы еще научены защищаться, обвиняя других в своих ошибках. Мы не соглашаемся с тем, что мы сделали ошибку, и по какой-то причине мы не соглашаемся, что мы это сделали, что это наша вина. Мы начинаем винить в этих ошибках других. Мы виним партию, милицию, родителей, школу, детский сад и даже воспитание. В сегодняшний день, уже как бы в новое время, в нашей независимости украинской, мы еще обвиняем еще церковь. Кто виноват? Кто я? Так научили, так в церкви научили. Мы не привыкли, когда нам говорят о наших ошибках. Мы не привыкли спокойно воспринимать и рассудительно обсуждать спокойно наши ошибки. Вместо того, чтобы сказать, я исправлю. Спасибо, что вы мне это показали. Спокойно, рассудительно. Мы часто выливаем на человека свое негодование. Мы говорим, ты ничего не понимаешь, ты ничего не знаешь, ты не был в моей шкуре, в моих сапогах не ходил, там ты не топтал, что там в сапогах там, не знаю. Эмоции, всплеск на показ. И даже мы подходим к решению этого вопроса о неправильном решении, с таким всплеском и говорим, ну ладно, ладно, я дебил, я дурак, я там дура, я необразован, я ничего не знаю. Вы встречались с такими людьми, да? Если не одно, то другая крайность. Всячески словами себя обвинять и называть себя всякими словами, вместо того, чтобы рационально воспользоваться советом другого человека. Именно девятая заповедь, вот, не лжесвидетельствует, там еще прицепляется к этому не лжесвидетельствует слово лошон ра, да, злой язык. Вместо того, чтобы не рассудить, мы всплеск, и мы начинаем либо обвинять кого-то в наших ошибках, либо чересчур брать на себя эту ответственность и говорить, да, я такой, сякой, другой. В первую очередь, что мы должны сделать, быть искренними, честными с самим собой. Если не получилось, лучше всего сказать, я просчитался. это было неправильно. Легче всего, на самом деле, если человек рассудительный, он воспользуется это заповедью, и он сможет помочь себе. Если у вас есть склонность к преувеличению фактов, тогда лучшее лекарство это что? Правда, честность, искренность, самим собой в первую очередь и сказать, извини. Извини. Не так точно было. Иногда бывает такое, что ты в плеске эмоций хочешь сказать человеку, как происходила евангелизация, например. Там люди собрались, я проповедовал, и пришли люди, и там десятки людей покаялись, или там сотни, да, такое. и ты недалеко стоял, а там наоборот был скандал. Думаешь, ну как это сказать человеку? Если мы будем справедливее сами в себе тормознуть себя и сказать, извини, извини, пожалуйста, меня понесло. Там было всего лишь несколько человек, но один, с которым мы потом начали ссориться, мы сели, поговорили, и в конце он принял Ишуа личным спасителем. Вот это состояние люди будут больше принимать, воспринимать, чем вот это преувеличение, преукрашение, некое досказывание того, что ты хочешь выдать за истину, за правду. Зачем преувеличивать факты? Зачем преукрашивать события? Разве что сделает тебе более значительным человеком? Почему люди преукрашивают события? наверное, хотят показать себя влиятельным, важным. Когда-нибудь задумывали, зачем это люди делают? Зачем это надо? Может быть, для спасения этого человека люди начинают приукрашивать и говорить, насколько они умны. А может быть, для спасения другого человека приукрашивать события? знаете, в нашей общине есть библейская школа. И Орхамошех имеет базу для мессианского еврейского института. Многие люди проходят, и вот в этом году буквально в понедельник мы начинаем еще один год, один курс. И знаете, раз в два года преподаю в этой школе гомолетику. Гомолетика это правило или же как проповедовать. В нашем институте я говорю инструктаж для студентов. Я делаю очень простой немудренный курс. Я пытаюсь практически их научить как проповедовать. Я говорю им несколько там есть ошибок, на что уделять внимание. И в списке около 10 или 15 таких претензий несколько есть таких очень важных. Первое это избавиться от слов паразитов, которые там у людей есть. Ты знаешь, ты понимаешь, типа така и все через каждое слово. Я даже заставляю студентов, чтобы они в стороне писали сколько раз эти паразиты слова говорится за время проповеди. Также говорю такие правила, как общего характера, личные истории, чтобы они не преувеличивали, чтобы эти личные истории были конкретны о этих людях, чтобы они не приписывали истории других людей. А еще это само выражение общего характера. То есть, чтобы во время проповедей люди не учились говорить такие слова, как на всех сошел Дух Святой. Когда я проповедовал, на всех сошел Дух Святой. Либо для каждого это было очень важно. Особенно может в конце. Вы знаете, когда я проповедовал, когда я доверился Словом Божьим, все люди плакали. Когда я говорю об этом, я задаю вопрос, а разве ты уверен, что каждый человек в зале рыдал? Уверен ли ты, что каждый, на каждого сошел Дух Святой? А если там не было людей, которые жаждали? Или для каждого человека было то, что ты говорил, важно? Вот этот момент очень правильный. Вроде бы хорошие, правильные вещи, но за этим словами стоит некое недосказывание, либо превозношение, либо изменение факта. Знаете, буквально несколько дней назад у меня была история, которая меня как бы так она не мог по-другому поступить. Я вам скажу, что произошло. Татьяна позвонила мне примерно где-то в 4.30 и говорит, мне нужно чтобы ты побежал в налоговое, нам нужно заплатить налоги за какие-то вопросы и там быстренько нужно сделать. Я говорю, где находится? Она говорит, там где-то на Ласточкино, там где-то где точно, как бы, ну вот там где-то за углом. я спрашиваю людей, некоторые говорят, а, где на Ласточкино, там нужно пойти, вот мне сказали, на Дерибасовское, чуть дальше на Дерибасовское, там есть Лонжероновское, да, кажется, да? Или как там? Да, там. И там на углу, там есть, я говорю, о, хорошо. Но мне говорят, ты знаешь, она закрыта. Я говорю, да, а откуда? Ну, знаю, на Ласточкино, на Ласточкино, можно не ходить. Я говорю, ну, нужно пойти, ну, как я скажу жене, что она закрыта, не будучи, что она там уверена, что она закрыта. А мне говорят, ну, даже если она открыта, за полчаса, до закрытия налоговой, там сидит охранник, уже никого не пускает, потому что это налоговая, там как бы не пробьешься. Я говорю, слушай, я не могу, мне нужно пойти, убедиться, даже если поцелую дверь, мне нужно убедиться, что она закрыта, потому что если моя жена спросит, а ты там был, что я скажу? Вы понимаете, да? Внутри меня понимал, что я не могу это сделать. Я собрался, не хотел, честно скажу, не хотел идти, но пошел, потому что я понимал внутри, что я не могу своей жене сказать, что она закрыта, не будучи уверен, не видя то, что она на самом деле закрыта. Эта история, конечно, как бы, может, для людей это незначительно, но для моего личного внутреннего человека является позицией. Я не могу сказать, чего не было, если я не видел. Я не могу сказать, что оно сослаться на что-то мнение и сказать, что оно, так оно и было, если сам не имел в этом участия. Второе, будьте честны друг перед другом. Для того, чтобы быть и исполнить эту заповедь, девятую заповедь, быть искренним, буду говорить, не быть лже-свидетелем или лжецом, а быть искренним человеком, будьте честны друг перед другом. Скажите, пожалуйста, вы встречали таких верующих, которые вы уже давно знаете? Очень давно вы знаете, вы с ними друзья, и во время разговора вдруг они вам говорят, честно скажу тебе. или же наоборот, ну тебе я могу сказать честно. Либо еще есть выражение, честно сказать, и ты думаешь, а все это время ты что, мне лжгал? Ну, по крайней мере, я никого еще не встречал, который мне скажет, ребе, хочу тебе соврать прямо в глаза. Но когда мне говорят, хочу сказать тебе правду, я думаю, значит, все это остальное время ты делал что? Лжгал. То, что не был искренним. Ну, мы сказать, это же выражение, как бы, у нас такое так принято сказать, типа, высказать уже, как бы, ситуацию, да? Но, честно говоря, говоря вам честно сейчас, честно вот говоря, зацепило правда вас? сразу, когда, когда ребе говорит, вот честно сказать, слух появляется, тут чудо произошло, кто был глухой, стал слышать резко. но если говоря вот об этой позиции, говоря о том, что вот есть выражение, честно говоря, нужно этого слова избавляться. Я вас уверяю в том, что даже это выражение, или оборот речи, как у верующих людей, у нас не должен даже именоваться. я понимаю, что сегодня говорю на каком-то состоянии греха, который маленький, незначительный, но это незначительное меняет наше состояние. Я хочу показать вам, что делает правдивость, искренность, что Бог делает для тех, кто более открыт к переменам. Иакова, 5 глава, 16 стих. Признавайтесь друг пред другом в проступках ваших и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усилена молитва праведника. Я понимаю, ну, согрешил, покаялся, а вот здесь на самом деле используется признавайтесь друг перед другом. Другими словами, будьте искренни друг перед другом молитве. И когда вы искренне, Бог говорит, чтобы получить исцеление, когда вы искренне, вы получаете исцеление, и кто говорит, многое может молитва праведника, ссылаясь на то, что ты уже признался в том, что ты был неискренен. Другими словами, ты нарушил девятую заповедь, да, и ты можешь изменить состояние свое. стоит задать справедливый вопрос. Зачем признаваться друг перед другом, если Бог, при котором дадим ответ, знает все. В свое время мы Богу дадим ответ. Зачем признаваться друг перед другом, если я могу спокойно Богу пошептать, чтобы никто не слышал, таким образом, как бы в тишине, знаете, чтобы никто не знал, не слышал. я скажу, зачем. По причине почтения друг друга. Почитайте друг друга выше себя. Почитайте, уважайте друг друга. Почтение и смирение дает возможность быть открытым, справедливым перед друг другом, чтобы получить свое исцеление. Открытость помогает получить исцеление. даже открытость перед Богом помогает получить исцеление. Потому что искренне, вот Бог любит искренних людей, гордым противиться. Может по этой причине нам нужны малые группы, где мы можем собраться 5, 6, 10 человек, домашние группы, где мы можем искренне сказать друг друг о своих чувствах, переживаниях, борьбе, которые мы проходим. Нам нужны домашние группы, чтобы мы могли быть открыты и там получать свое исцеление. Молитва, которая там происходит, и мы эти молитвы слышим, и мы слышим, что Бог делает о домашних группах. Это место открытого разговора. Это не просто принцип, потому что так устроена община. Это место открытого разговора с человеком, которому ты доверяешь. Это путь, которым ты можешь пройти безопасно. Но, к сожалению, многие из нас уже давно верующие. Уже многие верующие. Кто-то 10-20, 15 лет. И забываешь, что такое признание или поступках. Мы называем это еще исповеданием. меня часто говорят, почему у нас нет исповеди? У нас нет католической церкви. У нас не католическая церковь, у нас община. У нас нет такого места, где за шторку сел и я согрешил, прости мне, отче. У нас есть слово открытости. Мы по этой причине хотели бы что-то изменить, но на самом деле мы настолько запутались понятие исповедания и открытости наших чувств и мы не получаем своего ни физического, ни духовного освобождения. Наверное, по этой причине признаваться друг при другом. Духовное исцеление необходимо, так как многие из нас верующие люди уже в поколениях. Нам нужно иметь духовное исцеление внутреннего человека, потому что за время нашего хождения в этом мире мы слегка относимся к Богу, к Его принципам, к Его заповедям. Поэтому мы покрываемся проказой. Проказой, которая на еврите именно ссылается на зло язык, как лошонара. То связано с прокаженным человеком. Это духовная болезнь, которую нужно лечить простыми вещами, правдивостью в наших устах. Это вот состояние, когда мы стали прокаженными в народе, и мы должны получить свое духовное избавление, свое исцеление свое. Мы должны лечить правдивости не только друг с другом, с Богом. Есть вопрос к нам. С кем нам легче всего говорить о своих проблемах, о своих грехах? Кому мы легче всего исповедуемся? Богу. Это в первую очередь. Мы понимаем, что он уже это увидел и сказал, ой, это неправильно. Мы говорим, ой, прости меня. А если с людьми, когда мы чувствуем, что нам нужно что-то вылить, то есть найти еще одно помойное ведро, чтобы вылить свое. Но чаще всего приходят к Рэбе и говорят, мне нужно поговорить на серьезную тему, и начинать поведоваться о грехах. Я говорю, спасибо, а куда мне это девать? То, что ты высказал. кому мы больше открыты сказать? Тем людям, которым мы доверяем. Правда? И мы уже столько времени делаем, мы говорим людям свои чувства, переживания, молимся вместе с ними, мы говорим, потому что они нам сочувствуют, они могут спокойно помолиться, они нас знают изнутри. Но честно сказать, честно сказать, а уже не реагируют, понятно. Но правильно сказать, что кому это помогло? Кому помогло за это время в вашей жизни исповедовать перед теми людьми, которые у вас одни, единственные, которые вас постоянно слушают, перестать осуждать, завидовать, сплетничать, кому помогло? А может стоить нам пойти к тем, кого мы на самом деле обидели? Как насчет того, чтобы признаться перед тем человеком, на котором мы наговорили, помыть ему ноги и сказать, вот что я сделал, вот что произошло. наверно и тогда, когда мы это сделаем, мы получим то истинное освобождение, которое мы хотели. Но увы, нам кажется, что мы уже доросли, мы такие верующие давно, мы передвигали горы, наши молитвы делали великие дела, а тут перед человеком, который недавно пришел в общину и столько наделал, что перед ним что-то говорить, конечно сказать перед Богом лучше, а внутри ты чувствуешь, что ты далеко от Бога, вид благочестия имеешь, а ты далеко от Бога. Три личности, с которыми или которым нам придется в жизни встречаться, это мудрый, глупый и злой. Мудрый человек принимает обличение, то обличение, которое ты приносишь коррекцию, своим советом. Он примет, постарается измениться и на это у него будет сил сказать тебе спасибо. Спасибо и научиться. Мудрый будет благодарен вашему совету. Он всегда скажет спасибо, мне это помогло. Может быть не на 100%, но помогло изменить свое решение. Глупый найдет оправдание своему поведению, своим действием. Глупый человек всегда найдет причину, а почему вот так он сделал, потому что у него по-другому мозги работают. Мудрый человек это очень интересная идея, спасибо за нее, я над ней подумаю. Он действительно будет думать, что ты его учишь, лечишь и не примет твоего наставления. притча 9 глава 8 стих не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого и он возлюбит тебя. Мудрый человек он полюбит, скажет хороший совет, спасибо, интересный. Глупого невозможно исправить наставлением слов. Услышьте меня пожалуйста. Глупого человека невозможно исправить наставлением слов. Его только может исправить обстоятельства и совершенные ошибки. Только через ошибки он начинает учиться. И когда даже приходит и говорит ну да, вы были правы, вы были как всегда правы, я должен был вас послушать. У меня нет привычки сказать, ну что, пока, ну что. С издевкой даже у глупого человека я не могу обращаться к нему так. Потому что понимаю, он уже получил свое возмездие. потому что он уже получил свое награждение за то, что он не был послушным. Но мы учимся из ошибок, правда? И если ты, будучи немудрым, поступил так из ошибки, ты вывел себе урок, тогда стань мудрым, изменяйся. Злой человек не исправим никогда. Отходи этого человека. Титул, 3 глава, 10 стих. Еретика после первого, второго вразумления отвращайся. это не говорит только общине. Человека, который у вас есть, зло человек. От такого человека, который зло и делает зло, ты его раз наставил, второй, видишь, что он зло делает, даже не общайся с ним, отвращайся. мое пожелание каждому человеку в том, чтобы мы не разделяли нашего внутреннего человека от внешнего, чтобы это было одно целое. Мы не можем иметь двойных стандартов. Хождение в свободе не только заключается в примирении с Богом, но и жизнь с правильными чувствами, без двойных стандартов, без двуличия, без двух мнений обо всем, что мы имеем. жизнь без того, чтобы сказать, а я знаю, а я имею. Надо научиться жить без извращения фактов, то есть даже маленькое извращение фактов, оно влияет на нашу жизнь. Жизнь, которая покрыта тайной, нам не нужна. Все знания, где мы сами пишем нашу историю, мы должны быть в истине, где можем читать как книгу. Если тебе сегодня нравится ложь, а таких людей к большому сожалению немало, даже приукрашивание фактов является ложью, скажу честно, мне сложно будет вам помочь. Говорю искренне. Людям, которым нравится ложь, которым нравится приукрашение фактов, мне очень сложно вам помочь. Вы можете помочь сами себе. начинать говорить открыто, искренне, правдиво. Вам нужно быть открытой книгой, чтобы Бог мог вас поменять. Мы должны не только признаваться друг перед другом, мы должны только быть честны перед людьми и самим собою. Нам нужно быть честным перед Богом. Вы скажете, а Бог все знает. даже то, что у нас еще только на разуме появилось, только как мысль пришла в голову, он уже совершенстве знает. Да, действительно, он знает. Но когда говорю быть честным Богу, в первую очередь, я имею ввиду страх перед Богом. Перед Богом. В том, что за каждое слово, какое мы говорим, либо мы думаем, гнилое оно, либо праздное, невзначай сказанное, необдуманное, мы должны понять, что мы понесем ответ за это слово. У меня есть небольшой принцип. Все мои дела, которые я делаю, я пытаюсь, я не говорю, что я совершенно в этом деле, я пытаюсь подумать наперед, какие последствия, готов ли я с этими последствиями встретиться, готов ли я ответить за свои слова, то, что я сказал. Это думаю, что не должно быть тайной для человека, если вы не способны ответить за свои слова, тогда не говорите, если вы способны за свои слова, конфронтируя какие-то вещи, то вам нужно иметь праведность в Боге, чтобы спокойно это решить. Псалом 31, 1 и 2. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Правда? Блажен человек. Я верю, что мы блажены, что наши грехи, они покрыты и швишу о миссии. В это нужно верить. Но не только верить, нам нужно показать, что мы в это верим, что наши грехи, они прощены. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, в чем духе нет лукавства. Вот блажен человек, в чем духе нет лукавства, потому что Бог открывается перед ним. Но знаете, что интересно? Давид Псалом пишет, и там он высказывает свою причину проблемы. Смотрите, я буду читать современный перевод. Там более интересно сказано проблема Давида. Блажен, чьи прегрешения прощены, чьи грехи покрыты. Блажен, кого Господь не укорит грехом. Блажен тот, кто обмана не замыслит. Обмана не замыслит. Молился я беспрерывно, о Боже, но обходя свои грехи молчанием. Он говорит, молился беспрерывно я, о Боже, но обходил свои грехи молчанием. Я с каждой молитвой слабел. Слышите, лукавство ослабевает твою молитвенную жизнь. Лукавый человек не может иметь сильной молитвы, потому что у него сердце неправо перед Богом. Тяжела была мне днем и ночью твоя рука на мне. силы сердца истощались, как от жары или целая там проигрыш. Когда я осознал свой грех пред тобою и не покрыл молчанием погзора, я молвил. Ой, наконец-то прорвало меня. Буду честен с тобой, буду искрен с тобой, я грешник. Каюсь пред тобой, Господи, и ты простил вину грехов моих. Поэтому кто следует тебе, должен тебе молиться Боже. Пусть молится тебе, даже тогда, когда нахлынут наводнением беды. Ты тайный мой покров, хранишь меня от бед, и я пою о том, как спас меня ты. Услышите, раскаяние, искренность пред Богом, пред людьми, делает нашу молитвенную жизнь прекрасной, и Бог говорит, а теперь я не просто сниму это поношение, а хочу благоволить к тебе. Давид говорит, того, чего я не исповедовал в моих грехах, по этой причине я был в мучении, и мне было очень плохо. Признавайтесь друг пред другом, чтобы исцелиться. Когда ты не правдив, тогда ложь обитает вокруг твоей жизни. Когда ты не искренен, даже перед людьми, перед самим собой, перед Богом, ложь начинает обитать вокруг твоих жилищей. Все события, которые в твоей жизни происходят, они начинают обвивать тебя, как обман в твоем духе. Ты начинаешь жить в фантазии, что все это, то, что ты солгал, утаил, недосказал, преувеличил, все забудется, никто не заметит, но твоя личная жизнь, она станет обманом перед людьми. Я хочу вспомнить свое детство. Наверное, в этом детстве каждый пережил то, что я переживал. Каждый из вас переживал то, что каждый ребенок переживает. Помню одну ситуацию, когда у соседки, тоже чуть старше меня, мы дружили, мы делали уроки, у нее я украл 5 рублей, у девочки, и пришел домой, быстренько пришел домой, соседи обнаружили пропажу, пришли ко мне домой. Сказали папе, папа мне говорит, ну, у меня папа был суровый такой, человек правил, и говорит, ну, что, мы начнем поиски 5 рублей, мы не остановимся, пока не найдем. И мы искали, не находили, искали, искали, не находили. И тут ко мне приходит идея, а послушайте, а почему мы ищем у нас дома? А может там деньги упали, где-то там завалялись, может не увидели, почему я виноват, почему ложное состояние, да? Мы пошли к ним домой, и как вы думаете, кто нашел их? Я нашел, я нашел их, и вот, вот, нашел их. Пришли мы домой, я получил конкретно за воровство, так, хорошо получил, а потом хорошо получил за обман, за обман получил, думал, что я самый умный. Когда я получил за обман, пришла следующая идея, нужно научиться быть более искусным брехуном, сделать так, чтобы это не нашлось, не обнаружили. Вот детская такая, я не знаю, кто бы проходил, это нет? Я не знаю, получил я свой урок, вы спросите. Нет? Не получил урок? Может, и вы прошли какой-то путь в своей жизни. Вы научились врать, а может, не врать, но искажать факты, которые, на самом деле, выгораживают вас как личность в той или иной ситуации. Это стало вашим жизнью поведением, но скажу, христианину, верующему в Бога, не к лицу. Выгораживать себя, оправдывать себя каким-то образом, если виновен. Если вы не говорите истину, это грех. В моей жизни потом произошло несколько вещей, которые изменили мою судьбу, мое состояние. есть поговорка «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Помните, когда говорили это, нет? Когда говорили это? Когда говорили это? Это было в фильме, когда принесли похоронку. И помните, и мама говорит, скажи мне, лучше горькая правда, сладкая ложь. Я помню, как эта женщина, узнав о смерти сына, она просто разрушалась в себе. Она кричала. Я понимал, что это больно. и для меня стала интересна эта вещь, потому что она заложилась в мою жизнь. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Однажды, когда я пришел домой, поздно вечером, у меня были свои детские проблемы. Я гулял с подростками. Мой папа, телефон не было, и нужно было позвонить, он ждал меня, у меня был такой распорядок дня, 9 часов должен был быть дома, потому что папа смотрел новости после этого, а я должен уже спать. А я пришел поздно, после времени, когда он хотел уже смотреть кино, 9-30 начинался кино, помните, в советское время. И он у меня был злой, и я понимал, что я попал. И я решил сказать ему горькую ложь, горькую правду, чем сладкую ложь, что там где-то задержал, автобус не было, там бежал, не споткнулся, головой ударился, не хотел это врать. Я ему сказал, что в действительности я специально гулял с ребятами, и у меня ситуация такая, ну, я виноват. я четко понимал, что мне за то, что я сделал, я должен был быть наказан. Вдруг он говорит, иди спать. Он понял, что я говорю правду. С того времени мой папа не имел повода мне не верить, как и моя мама. Я научился понимать, что лучше пострадать, когда тебе неприятно, больно, потому что Бог будет на твоей стороне. Самое сложное для меня, это как для пастора в работе с людьми не то, что люди грешат, не то, что они совершают, а когда они грешат, потому что в этом говорить можно, что когда люди говорят о супружеской неверности или же там измене, лжи, либо какие-то поступки, кражах или вообще греховном состоянии, сложно когда люди неискренни. Самим грехом разобраться очень легко по Писанию, но когда человек неискренный в своих побуждениях почему-то говорит. И слово искренность это то, что созвучно с честностью, правдивостью, правдой. искренность это то место, где мы можем стать открытыми. Самый удивительный принцип жизни, который приносит величайшую свободу для любого человека, это принцип честности. Самый большой инструмент свободы для человека, когда мы становимся честны, когда мы становимся искренними перед Богом, людьми и самим собою. И шуа обращаясь к народу говорил, познайте истину и истина сделает вас свободным. И Иоанна 8 глава 31-32 стих. Это основа. Я закончу простой речью Давида. Тегелим это псалм. Бог мой убереги язык мой от злословия и уста мои о лживых речей. Сегодня обращаюсь ко всем нам. Я обращаюсь к тем, кто смотрит нас в прямом эфире. Искренность. Как сегодня не хватает для верующего человека искренности. Как вообще для человечества не хватает искренности. Родившись бывше в Советском Союзе либо уже в свободной Украине. В мире, в котором мы живем полон обмана, искушений. Неужели нам быть похожи на этот мир? Неужели нам быть так же наказуем, как этот мир? Вы сказали, эй, в Одессе? Как не в Одессе? Нам нужно быть на чеку. Послушайте, если с нами Бог, кто может против нас быть? И если временное испытание, если временные трудности мы переживаем по плоти, неудивительно, что мы боимся быть открытыми. Но если это временное, почувствуйте, что Бог хочет нам дать больше. Сегодня принцип, который говорилось, быть искренностью. Девятая заповедь, которая гласит о том, чтобы мы не злословили или не были наушниками, говорить не только о том, кем мы не должны быть, а наоборот, принцип, кем мы должны быть. А мы должны быть подобие Мессии. Не было лжи в устах его. Давайте мы сейчас ставим наши ноги. Я призываю сейчас даже молодежь больше всего. Молодые дети, подростки, юноши. Я знаю, что нам иногда хочется быть значимыми, крутыми, что мы чуть ли не все познали. чуть ли не все мы абсолютно знаем. Знаете, к большому стыду своему скажу так, когда я был подростком, будучи верующим, я всегда понимал, что сексуальное неправомерное отношение с противоположенным полом это грех. И моя жена была единственной девушкой, которой я познал. Но всегда хочется быть крутым подростком. Всегда хочется быть такой, ты все знаешь, ты уже везде побывал, ты как-то тряпка, которая уже не один раз мыли полы, ты означаешь философствовать, где что у женщины, где находится с подростками, и тому подобное. Я скажу так честно, я философствовал. Бог просто меня обличил, сказал, ты не радуешься своей девственности, а ты наоборот кичишься, что ты все знаешь в сексе, в делах интимных. Разве тебе это надо? Я помню, что я плакал перед Богом и говорю, Господи, я хочу быть честным. Мне стыдно было, что у меня не было подружки. Мне стыдно было, как бы среди мирских людей, пацанов. Мне стыдно было, что я не пил, как все остальные. Мне было неприятно, что мне предлагали курить, а я отказывался, мне как-то так было неприятно, что меня не принимали все. Но пройдя этот путь подростковый, я был благодарен Богу, что моя честность, моя искренность перед Богом помогла мне преодолеть все искушения. Я счастлив со своей семьей, я счастлив в том, что я делаю, я счастлив, что у меня есть мои сыновья и мой внук. искренность. Искренность никогда не делает тебя слабым, потому что на твоей стороне Бог. Если у нас есть какие-то проблемы, уже даже взрослых, с правильным, например, отчетом, с правильным поведением в интернете, кем мы себя представляем, если мы тьмем проблему доказать кому-то, что мы все знаем, у нас все лучше получается всех остальных, если мы на самом деле духовные, давайте будем искренними, искренне подходить и сказать, слушай, я сказал на тебя то и то, присутствуют тех и тех, простишь ли ты меня? давай пожмем друг другу руки, прости меня, Господь, я хочу быть открытым перед тобой, я к этому вас призываю, это наше призвание, во время поклонения хотел бы, чтобы мы обращались к Богу, на этом месте его царство, на этом месте его сила, и на этом месте его слава, чтобы нас сделать детьми, если вы хотите покаяться вашей жизни, как Писание говорит, говорите друг другу правду, если хотите раскаяться и сделать шаг свободе, искренней свободе, вот здесь все открыто, вам не нужно будет исповедоваться передо мною, хотя может быть кто-то захочет сказать, рэбе, я на вас сказал, что вы шизик, можете сказать спокойно, я вас прощу, я самый свет высокого мнения не имею, но если вы хотите покаяться перед Богом или перед людьми, которые здесь, это время самое лучшее, время искренности.